Джулиану Ассанджу исполняется 48 лет и свой день рождения. Создатель сайта WikiLeaks, рассказавший миру об убийствах мирных жителей Ирака американскими солдатами, проводит в тюрьме Белмарш. Вашингтон требует экстрадировать его в США. И там австралийца ждет 175 лет тюрьмы за разглашение гостайны. Сейчас у стен тюрьмы находится моя коллега Лиза Герсон. Лиза, как отметили день рождения многочисленные сторонники Ассанджи? Илья, дата не круглая, тем не менее, ее отмечают во всем мире. Потому что нет никакого понимания, что будет с Ассанджем в его 49-й или 50-й день рождения. Очевидно, только одно. Он будет не на свободе, потому что в феврале следующего года здесь, в Лондоне, возобновятся слушания о его экстрадиции. А сейчас здесь у тюрьмы собрались люди, которые поддерживают его. В то же время празднование сегодня началось в Австралии на 10 часов раньше, чем в Лондоне, из-за разницы во времени. Туда, на площадь Федерации в Мельбурне, в стране, в которой Джулиан Ассандж родился, принесли торт, свечи, детские фотографии. Но из-за отсутствия самого виновника торжества, свечи на торте задул его отец. А что он загадал, это очевидно. Я верю, что он вернется сюда к нам. Я верю, что австралийское правительство сможет, наконец, защитить своего гражданина и вернуть его домой. Но нужно понимать, что Австралия – это не то государство, которое может вести независимую политику, независимую, прежде всего, от Соединенных Штатов и от Великобритании также. С Англией у Австралии вообще одна королева. И это тюрьма Белмарш, тюрьма категории А, куда помещают особо опасных преступников, террористов. Она называется тюрьмой Ее Величества. Так что технически она и австралийская тоже. И именно сюда, в тюрьму Ее Величества Белмарш, можно отправить поздравительную открытку Джулиану Ассанджу или письмо в любой другой день. Нужно просто указать его имя мистеру Джулиану Ассанджу и дату рождения – это 3 июля 1971 года. Нужно только помнить, что все письма периллюстрируются. Поэтому в письмах не должно содержаться никакой критики американского или британского правительства. Поэтому та песня, которую исполнили друзья Ассанджа, собравшись сегодня возле тюрьмы Белмарш, она бы точно не прошла тюремную цензуру. Эта песня – shame on you. Позор вам! Обращенная песня посвящается британскому правительству. Последний свой день рождения, который Джулиан Ассандж отметил на свободе, относительно свободе, было его 40-летие в 2011 году. Он был уже здесь, в Англии, находился под подпиской о невыезде. Но тогда гулять-то гулять отметили весело. На день рождения приезжали те, кого сегодня здесь нет. Актеры Брэд Питт, Анжелина Джоли. А сегодня здесь только те люди, которые поддерживали его на протяжении всех этих лет. Которые почти 7 лет, что Джулиан Ассандж укрывался в посольстве Эквадора, приходили туда на его день рождения. На день рождения Викиликс приносили с собой торты, свечи, плакаты. Пели. Было совсем другое настроение, чем сейчас, потому что тогда все верили, что Джулиан Ассандж выйдет из посольства Эквадора на своих ногах, а не на чужих руках. Но сейчас все изменилось. Ожидается, что ближайшие 175 своих дней рождений, хотя столько не живут, Джулиан Ассандж проведет в американской тюрьме. Илья. Да, Лиза, спасибо. Тюрьмы Белмарш, где держат Джулиан Ассандж, у которого сегодня день рождения. Лиза Герст.